Привет, друзья и гости моего канала! У нас сегодня вареники, картофель и грибы, и сметанка, блинчики, чай зелёный. Ой, приятного аппетита! Вкусненько! Вареники, друзья, я ем, называется, вот эти вот пельмешки. Вареники, какие они вкусные, как домашние, друзья, вот домашние. М-м-м! М-м-м! Не забыла про цветочки бархотки. У меня этих бархоток, друзья, полный огород. Не сажала, сами вот семечки. Понасыплю вот так, вот, кричу опять. Семечек понашу, рушу, вот так понакидаю. Но в определённых местах полно. Ну-м-м! Ну-м! Семечка! Ну-м! 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 вот ем как будто бы домашние вкусное-вкусное тесто не разваливаются ничего прям вот супер я вот их постоянно беру вот один единственный раз один вареничек развалился за все время такие вкусные вот 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 как друзья от этого ютуба голова устает вот к вечеру вот такая башка от этого ютуба да друзья это наша работа взялись за нее конечно у кого уже много подписчиков и стоит 200 конечно уже можно там к примеру два раза в неделю выпуск выпускать но вот я не знаю я давно не смотрел сам вела интересно сколько раз в неделю он снимает видео с родин ролик своих каждый день снимает кто его знает надо зайти поинтересоваться я смотрел один ролик его давно еще с зимой когда он салату надел полный противень такой не прод минимального падона неподдон здоровый такой вот тазик такой был здоровый и он сделал там значит ананасы в Raiser полный тазик полная полный тазик это здоровый тазик был полный был салата в как он видеокамеру поставил а сам ушел в зал помните а сам за ушел а там салат стоит и вот он значит разговор завел с мамой мол мама надо этот салат уже мол выбросить он уже все типа вчерашний что он в холодильнике он стоит по-моему он уже все говорит мама его выбросить надо да не по-моему а он говорит выбросить его уже надо все выкинь мол не все а сам телефон поставил камеру включил видео и поставил телефон значит запись то идет она что салат ты чё салат пропал да ну ты чё мол целый тазик мол это выкидывать то ты чё мол а он я тебе говорю вам выбрасывай все он же он уже все все его уже нельзя есть и вот она значит чапает в кухню значит на кухню чапает а ей по-моему нельзя что-то такие салаты есть сахарнику и вот она значит смотри берет ложку и наеливает этот салат а это значит стоит над этим салатом кудахтает ой ты это что такое ты глянь ты глянь целый тазик надо выкинуть это чё такое это что такое глянь опять глянь опять вилкой дын 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 опять жрет стоит сам выклад как она ему сам вилка господи сам вилка кричит он шоу да ты шо правда что ли говоришь что его надо выкинуть глянь чё есть а то жалко ведь я тебе говорю выбрасывай ничего на него смотреть давай выкидывай ведро в поганое ведро и она опять стоит его наяривает ест а он значит себя показывает в той комнате там ржет сидит типа улыбается сидит она значит все значит какое-то время подождал посидел в зале а он с того телефона то смотрит а нет запись тоже идет он иначе заходит ну зачем мол стоишь дед ним давай мы выбрасывай пакет из тазика ну правда друзья целый тазик салата она говорит сам вилка гляда хороший салат ты чё говорит ничего кто не пропавший а потом сидят на другой день что ли он не говорит что-то за сахар заговорили вот высокий сахар я кричула ой но не могу а он ей говорит да ты живут не диету то не соблюдаешь ты же ешься подряд вчера салат ела она не 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 ела точно не ела я тебе вот честно говорю не 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 ела она опять к ней напором а сам подмигивает зрителю как же это не ела ты его наяривала стояла ела да иди иди я его ела вот стоит опирается нет и все я его не ела мамка так ты говорит брехушка оказывается у меня как видео есть где как-то его ела а чё говорит ты меня снимал что ли в общем так не было я у него сто лет да друзья когда копеечка появляется и неплохая конечно уже азарт появляется уже уже интерес появляется к своему каналу естественно ты уже стараешься ты уже как-то уже подсуетишься уже уже тебе то есть поняли короче да это я ставлю котикам оставлю тут пять штук я им я им два штуки два вареника положила не жрут не царское это дело и блинчики снова я сделала вкусненький из полу жару зеленый чай мне один вчера пишет мне картошку ел жареную он мне значит говорит ну зритель чё картошку мол жрешь давишься хоть бы помидорчик мол положил или огурчик мой дорогой у меня картошечка была мягенькая нежная во рту таяла на сливочном масле и ее в рот берешь она прямо тает даже слюньки тегли никакой там засухи не было во рту там все таяло как мед все таяло во рту так что не переживай картошечкой была вот такая никогда я не делала мукбанг скумбрию никогда чего-чего скумбрию я никогда не делала ну вы знаете она как-то дороговато может как-нибудь решусь куплю ее вкусненькие блинчики кончики там хрустят так я не съездила утра юродная сестра приглашала меня ну я в столовой работала приезжай приезжай в гости мы в деревне жили они там недалеко живут в другом поселке ну я даже не знаю как недалеко ну может три километра может три километра вот так может четыре километра за чеченом замужем и живет детей нарожала а вот где мы жили самхоз наш был ну он сейчас есть но он там уже все распался у нас там считай друзья не чечена ну вот они там родились мальчишки которые со мной учились в школе и девчата и по сей день они там и считай местные и вот мы с ними всю жизнь прожили с чеченами а у них там тоже полно чечен да в каждом русском селении везде есть и не русские наши в турциях живут тоже там русских полно германия тоже наших полно русских там у нас их полно тоже немцев так же так же как и нас у них а многие говорят вот чечены вот мол ну каждую нацию хают вот они мол нехорошие злые люди а чё они злые сосед с соседом мы вот жили дружно че злиться то у них свой житье бытье было детей рожали хозяйство скотина у нас у мамы тоже нас было трое хозяйство скотина чё делить то у нас ветврач был хороший вот хороший был ветврач ой чечен вот такой это это золото мужик какой хороший добрый души человек чеченов что-то я вспомнил свои короче деревню вспомнила с чего я начала то сомбелла блогерем друзья во все отрыжка пошла на блогерам быть очень тяжел тяжело быть друг блогером это надо каждый день придумывать что-то готовить что-то надо рассказать зрителю не халды балды вот так вот сидеть но я тоже не о чем-то то вспомни кусочек то то кусочек вспомни говорю у нас никогда такого не было чтобы у нас сентябрь такой был холодный друзья у нас никогда сентября такого холодного не было Прям холодный сентябрь. У нас всегда сентябрь. Жара стояла. Чуть ли не под 30. А это что такое в этом году у нас завернуло? Прям холод сентябрь. Ну, может быть, октябрь будет ещё тёплый. В прошлом году у нас сентябрь и октябрь был тёплый. Прям хорошие были дненёчки. А в этом году это что такое? Вчера так вообще колотун был. Прям вот холод. Я глянула, знакомая моя идёт. Она прям стёганая курточка на ней. В куртке уже идёт. Может быть, где-то циклон прошёл. Ну, говорят же, что в Корее там снег выпал. Снег идёт вовсю. А правда нет. Может, это не правда? Ой, напорралась. Ну всё, друзья. Наелась я. У нас ужин сейчас. Сколько там у нас? 17.43. Хорошо я поела. Не спеша. Расслабилась. Ну всё, друзья. Пока. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.